приветствую вас участники соревнований сегодня мы стреляем бр-100 на точность питерские соревнования я стреляю в легком открытом классе хотел стрелять только в легком классе нравится эта винтовка и нравится как она работает поэтому для закрепления результата но так как здесь мы не на кучу на очки стреляем я решил пострелять еще и в открытом классе потому что планирую чемпионате россии открытом классе конечно же стрелять а там будет стрельба на очки в плане тренировок она мне тоже близко стреляем вдвоем семеном я попробую сделать съемку своей стрельбы более подробно так как просили это меня сделать но вы наверно уже видели видео я вчера его выпустил про свои мысли по поводу видеосъемки но тем не менее я хотел сперва подзорную трубу на нее при фигачий смартфон но у нее кратность меняется на окуляре и закрепить там телефон очень сложно поэтому не мудростая лукавая взял 40 а пятидесяти кратный прицел у меня сника стороны даймонд он у меня сейчас без дела лежит и продавать него жалко прицел очень хороший вот я решил попробовать его использовать в таких целях посмотрим что из этого получится кратности 40 прицел видно хорошо но поставил приблуд для смартфона там чуть не резко ну посмотрим снимать буду всю стрельбу такой станок пулеметный дебют видеофиксации в таком виде яркое солнце плохо видно с экрана смартфона но я навожу фокус сперва стройка параллакса прицела потом уже нажимая экспозицию на телефоне жарко очень вообще ужас мы поехали уже чуть переждав много мошки 40 градусов за бортом поэтому условия в плане жары очень жесткие но ветровые условия тем не менее благоволят ветровая обстановка ну давайте посмотрим что у нас из этого получится открытый класс первый матч у нас есть вот 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 Продолжение следует... 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 Да и дистанция, в принципе, известная. То есть нам нужна только стрельба. Единственное, можно потом прокомментировать, куда я брал выносы. В открытом классе я стрелял практически с постоянной поправкой, стрелял без флагов. Мы приехали, сразу выставились, стали стрелять, забыли поставить флаги. В пристрелке у меня отличная нарисовалась группа. Я заметил, что чуть-чуть винтовка начала отрывать. Почистил ее, свинцевал, и она прямо вот выложила 6 пуль мне в одно отверстие. Я сразу же отстрелял два матча. Они отлично получились. Потом сел дальше стрелять и не стал ставить флаги. Мы для открытого класса поставили флаги только при стрельбе легкого класса. А в легком классе у меня по ветру где-то на 4 сантиметра туда-сюда гулял от кондиции. Я застрелял, естественно, выбирая одну кондицию, но результат вы уже видели. Спасибо всем участникам соревнований. Приглашаем всех желающих. Это достаточно интересно. Мне это нужно в плане тренировки. И сейчас как раз у меня тестирование идет в настроек. И в основном я работаю с винтовкой в калибре 4,5. Ну, наверное, 90% времени. Как я уже сказал, в открытом классе стрелять после легкого, это вообще... Поэтому тренироваться надо с калибром 4,5. Еще надо мне 16 джоульную винтовку куда-нибудь выгулять. Вот, наверное, надо было ее с собой брать для такого ветра. Может, она бы и лучше даже показала что-то. Но я ее не отстрелил на 80 метров. На 50 только. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка. Участвую в соревнованиях.